Лукашенко дал пресс-конференцию журналистам, а в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Такова была новостная повестка прошлой недели, и сейчас мы расскажем, какие фальсификации и манипуляции на эти темы допускали различные СМИ. Всем привет, я Алена Чернявская, и это Weekly Top Fake. Поехали! 6 июля Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для журналистов. Белорусские телеканалы в своих новостях представили ее проведение как отдельную новость, которую уже саму по себе освещали зарубежные СМИ. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор у нашего президента с представителями мировых медиа. Большой разговор проведен по инициативе зарубежных журналистов. Международная пресса широко осветила интервью президента. Год выдержки из материалов. Агентство британское Reuters и американское Associated Press по законам жанра не стали уходить в авторскую журналистику, обошлись цитатами. На своих страницах Sky News признается, мы видели длинную и разнообразную пресс-конференцию. BBC отметит выносливость у белорусского лидера явно есть. Агентство Reuters написало, Лукашенко правит железной рукой. Проверяем, что на самом деле написали зарубежные СМИ о бомбической пресс-конференции. Sky News разместил статью под заголовком «В своем большом дворце Лукашенко высказывается о Путине пригожнее мятеже Багнера». И в ней нам не удалось найти фразу, где бы автор отдельно описывал пресс-конференцию как длинную и разнообразную. Кроме пересказа заявления Лукашенко, автор написал лишь пару строк об этом мероприятии. «Господин Лукашенко был болтлив и любезен. Ему нравятся такие мероприятия. Шанс заявить о себе международной прессе и окунуться в лесть от собственной прессы». Поиск других статей с той пресс-конференции по тегу Лукашенко выдал только три его видеоцитаты в переводе на английский. И там нет никаких оценок самого мероприятия. А вот в каком контексте BBC на самом деле написал о выносливости Лукашенко. Еще несколько недель назад лихорадочно обсуждалось состояние его здоровья. Но белорусский лидер явно обладает выдержкой. Беседа длится почти четыре часа. Агентство Reuters действительно писало о том, что Лукашенко правит железной рукой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг отверг заявление о том, что он является последним диктатором Европы, заявив, что он не был диктатором, но если бы он им был, то уж точно не был бы последним. 68-летний Лукашенко правит Белоруссию железной рукой с 1994 года, а в интервью агентству Reuters в 2012 году наслаждался своей славой последнего диктатора Европы. В общем, за то, что телеканал СТВ отыскал, чем польстить Лукашенко буквально на пустом месте, он сам получает пятое место нашего фейк-чарта. 29 лет назад, 10 июля 1994 года, в Беларуси состоялся второй тур президентских выборов, на котором победил Александр Лукашенко. Вадим Гигин на радио Минск порассуждал, как голосуют белорусские регионы, и решил поставить точку в споре, какой же регион самый белорусскоязычный. Некоторые думают, что западная Беларусь, она более белорусскоязычная. Нет, оказывается, Могилевщина более белорусскоязычная. Это не так. Вот результаты переписи населения 2019 года. Из 9,5 миллионов населения почти 2 миллиона 450 тысяч назвали белорусский языком домашнего общения. Больше всего таких в Гродненской области, 38% населения. Следом идет Минская область, 37% и Минск, 34%. Могилевская область только на четвертом месте. Там белорусскоязычным в быту себя считает каждый четвертый житель. Брестская область, которая тоже находится на Западе, набрала только 16% белорусскоязычных. А Гигин за желание уменьшить распространенность белорусского языка в Западной Беларуси и преувеличить в Восточной занимает четвертое место рейтинга неправды. В Литве прошел саммит НАТО, а белорусские и российские СМИ заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский был там одинок и с ним никто не общался. Помните, сколько было мемов, комментариев по поводу вот этой фотографии Зеленского, где он в одиночестве стоял в такой милитаризированной форме, а все остальные во фраках в красивых костюмах стояли и с ним, в принципе, никто и не общался, и не коммуницировал. Вот это фактически является таким ярким символом в отношении стран коллективного Запада к Украине и к ее там текущей военно-политической элите. Речь идет об этой фотографии агентства Рейтера, сделанной перед ужином в первый день саммита НАТО. И одиночество Зеленского на этом мероприятии несколько преувеличено. Вот на том же вечере Зеленский общается с первой леди Франции. Здесь он беседует с временно исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рюте. А вот очень тепло обнимается с премьер-министром Италии Джорджио Мелони. А по этому видео, сделанному перед заседанием, можно убедиться, что недостатка внимания на мероприятии у украинского президента не было. За то, что Авдонин делает заключение об одиночестве Зеленского по одному фото, он получает бронзу нашего фейк-чарта. В Киеве разгораются страсти вокруг Киево-Печерской лавры. Власти хотят опечатать ее корпуса, верующие протестуют. А Зеленского в Болгарии предали анафеме, рассказал Алексей Авдонин в эфире ОНТ. Такой инцидент и действительно был. Только, во-первых, этот человек не был священником. Его зовут Атанас Стефанов. Вот его тикток, где он выложил видео того случая. И сам указал, что он иподьякон, то есть помощник епископа в богослужениях. В церковной иерархии он не относится к священнослужителям. Ими считаются только дьякон, иерей и епископ. Поэтому никакой анафеме он никого предать не мог. А во-вторых, по его тиктоку видно, что он довольно политизирован, симпатизирует России и отметился тем, что во время предвыборной кампании в парламент в марте сбросил с балкона мэрии флаг Украины. Атанас Стефанов был кандидатом в парламент от партии МИР. Но на недавних выборах в Болгарии она набрала только 0,15% голосов избирателей. А в 2019 году он приехал на пресс-конференцию к Путину, представился журналистом и подарил ему икону. В общем, Алексей Авдонин получает серебро нашего Weekly Top Fake за то, что политического активиста и церковного служителя возвел в ранг священнослужителя. Украина получила от США кассетные боеприпасы. Это породило череду домыслов в прессе. На телеканале Беларусь1 заявили, что США тем самым нарушают международную конвенцию. Сон и Джои дал зеленый свет на эвакуацию в незалежную кассетных боеприпасов. Международные конвенции не писаны, когда предмет разговора тысячи снарядов из арсенала Минобороны Штатов, пустя стоимостью 800 миллионов. Разбираемся, что не так. Особенность кассетных боеприпасов, их еще называют усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, в том, что они содержат СУ-боеприпасы меньшего размера, которые высвобождаются в воздухе и поражают большую площадь. Но их поставят не на 800 миллионов долларов. Это сумма всего пакета помощи, в которые войдут боеприпасы для ПВО, бронетехника и противотанковое вооружение. Кассетные боеприпасы — лишь часть этой помощи. А что касается того, что США международные конвенции не писаны, то в буквальном смысле это правда. США не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает накапливать, передавать и использовать такие боеприпасы. Так что они ничего не нарушают. Но точно так же эту конвенцию не подписала Россия, Украина и даже Беларусь. Их тоже нет в списке стран-участниц. Более того, ООН утверждает, что имеет доказательство, что Россия такие боеприпасы уже сама использовала в прошлом году в войне с Украиной. Производство этих снарядов в США давно прекращено. Сами боеприпасы в значительной степени пришли в негодность. Около 20% кассет не срабатывает. От этого использование таких боеприпасов превращается в минирование обширных территорий. Однако на брифинге для прессы пресс-секретарь Белого дома сообщила, что эти боеприпасы имеют коэффициент неразрыва не выше 2,5%. А журналист Андрей Муковойщик заявил, что кассетные боеприпасы придумали США. Кассетные боеприпасы появились тогда, когда Соединенным Штатам понадобилось убивать большое количество северо-вьетнамцев. Они пробовали это делать дефолиантами, жжигая джунгли. Они пробовали это делать напалмом. Они пробовали это делать ковровыми бомбардировками. И вот они придумали кассетные боеприпасы. Это не так. Организация «Коалиция кассетных боеприпасов» на своей странице ведет хронологию использования кассетных бомб. Так вот, впервые их зафиксировали еще в период Второй мировой войны. В 1943 году их использовали как советские войска против немецкой бронетехники, так и немцы против советской артиллерии на Курской дуге. Потом немцы бомбили порт Гримсби в Британии. Затем уже в 60-70-е годы США использовали их в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. На сайте Конвенции против кассетных боеприпасов тоже указано, что первое значительное использование этого оружия произошло при бомбежке порта Гримсби немцами во время Второй мировой, а затем во Вьетнамской войне. В общем, теория муководщика про создание кассетных боеприпасов американцами этими источниками не подтверждается. Первыми были немцы. А муководщика Беларусь-1 — первые в нашем рейтинге неправды. Это все, что мы хотели разоблачить в этом выпуске. Спасибо, что были с нами до конца. Нашим подписчикам на Патреоне мы подготовили бонус, а я, Алена Чернявская, прощаюсь с вами. Следите за выходом программ на нашем канале. До следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова